Смотрите, сейчас те моменты, которые есть в памяти, например, которые ключевые и для вас важные, попробуйте записать, потому что придете домой, что-то не вспомните. Для того, чтобы вы могли либо понять глубоко принцип действия головой, чтобы вы дома могли сами это все вести. Главное в этих состояниях не спать и не уходить глубоко в картинки, потому что картинки засасывают, и тогда можно вырубиться на сон. То есть это тоже вариант ухода в сон через визуальный канал. Поэтому тоже не углубляйтесь. Когда работаешь в группе, и кто-то тут говорит, тогда держать это все легче. А когда сам один на один с собой работаешь, удерживать вот эти состояния и не рубиться достаточно сложно. Чем больше практикуете, тем лучше результаты. То есть, по сути дела, кто вас там ведет, и кто вам помогает дешифровывать всю эту информацию. Это программа УМА, только она работает в режиме дешифрации. И она выдает зачастую достаточно объективные вещи для жизни. И самое интересное, что наша программа УМА устроена так, что она работает либо в функции разговора в башке, вовлечения в игру, либо в функции дешифрации. Ей очень тяжело скакать туда-обратно. Если вы привыкли жить вот в себе, то даже то, что у вас говорит, оно говорит по делу. И иногда та бредятина, которая кажется на первый момент бредятиной, да, или которую вы сами потом думаете, зачем она вам была нужна, но через какое-то время вдруг проявляется. И вы говорите, ну нифига себе, я до этого доперла сама, да, да еще тогда, как такое могло быть. Поэтому просто, ну, вот эти вот навыки по работе вот в этих измененных состояниях сознания, в операционных состояниях, да, они потом проявляются в жизни еще как одной способностью такой хорошей, очень развитой интуиции, когда вы сами себе доверяете. Опять-таки это сами себе доверяете. Субъективное восприятие веры в свои возможности, в свои ресурсы. Вот и все. Ну что, у меня все у тебя. Да, только хотела добавить, что это еще отражается в моем физическом теле, когда между полушариями устанавливается большая взаимосвязь, вот за счет таких практик, улучшается банально ловкость и, как это называется, ну, по сути ловкость, это коцинат содержения. Вот это один из признаков того, что хорошо раскачивает мозг. В один прекрасный момент вы можете заметить за собой, что так, знаете, как в фильме, что прислоили. То есть это уже показатель того, что хорошо раскачивает. А еще тоже такой момент, когда занимаетесь вот такими техниками, проходит время, я на себе это сломила. Я никогда не пыталась писать левой рукой, делать что-то левой рукой и так далее. А сейчас я машину чищу левой рукой, ребенка кормлю левой рукой. И я начала себя ловить на том, что я очень много работы делаю левой рукой. Я никогда ее не делала, я все делала правой. И я не стояла себе целью, вот говорят, тренируй левую руку специально, там еще. А тут, нет, тут ты занимаешься трансовыми техниками, вдруг в какой-то момент, хоп, она замечаешь, что я ловлю себя на левой руке, что я очень много работы делаю левой рукой. Я не умею ей еще писать, но я не удивлюсь, если она потренируется, что я смогу ей писать. То есть это за счет того, что синхронизируется работа полушарии, выстреливает левая сторона, которая начинает дорабатываться уже на автомате естественным образом. Сегодня почистила машину, а потом поняла, что у меня левая рука отмерзла. Когда она у меня отмерзла, я поняла, что очистила машину левой рукой. У меня такие фишки пришли, я тоже стал удивляться. Вот это когда полушария начинают в трансе синхронизироваться, вдруг вторая сторона начинает отправляться. Сейчас Наташка не сказала, я просто уже так удивляюсь. И не надо себя заставлять метаться. Я еще не упал, я уже поймал. Я так это взять ловить, вообще другой был помог. На самом деле, я вот сейчас как-то смотрю, вот обратную связь получаю. Там люди звонят, у кого там то проперло, у кого то проперло. Вот слушаешь, и вот абсолютно дебильные вещи, которые вкидываешь в жизнь. Сегодня утром рассказала, как мы рассасывали здесь, не пробку. Так как в машине у нас у меня не было пробки бутылочной, значит, я им дала по конфессе сосачки. И говорила, сосать предсмокивая очень громко. Мы встали в пробку на победителей. Четыре ряда машин. Именно наш ряд вдруг начал ехать. Мы проехали перекресток. И когда они там пытались мне что-то вякнуть на тему, что это все совпадение, я говорю, сосить могут быстрее, медленно съесть. Они приехали в парню и пожаловали, что у них мама сумасшедшая. Мы же конфеты жрали, я же вам не пробки дала. Хотя, если бы были бутылки в машине, я бы дала, конечно, пробки пососать. Просто надо изменить состояние на ржачное. И тогда Вселенная дает возможность иметь то, что ты хочешь, значительно быстрее. И так как ты хочешь быстро проехать, соответственно, у тебя раскрываются другие возможности. Но этот мир с нами играет, и мы с ним играем. Почему не играть? Вот эта позиция в состоянии игры, это же транс, по сути дела. Это постоянно развитый наблюдатель. Это трансовое состояние. Поэтому чем больше мы в нем живем, тем больше у нас всего этого в жизни проявляется в этой магии. Когда пугают экстрасенсами, показывают эти украинские битвы экстрасенсов. Смотришь, господи, господи. Ведь человек, вот все эти магические ритуалы и все, что там касается веса, вижу и так далее, что это? Это пространцовка клиента, не больше. Вот он намылил ему мозг, так нормально, напенил. А потом ему так, о, вижу, убираю. Так внушение закинул и все. И это гипноз в чистой воды. Там нету ни магии, ничего. Людям выдаются это за магией. Маг там черный, маг там белый, маг там зеленый, крапинку. Слушайте, магия – это работа с сознанием. Это вот вещи, когда человек сел, вот как эти в буддистской медитации эти дядечки сидят. Мы как-то ходили, их там 20 с лишним штук сидело. И они из воска сделаны, но иногда там сидят живые. И нам говорят, ну вы отличите, какие из них восковые, какие там живые. И ты идешь, и ты… Они сидят, не дышат все. То есть они ушли в астрал и не возвращаются. Вот эта работа с сознанием, вот эта магия. То есть они проделывают какую-то работу в сознании своем, сидя вот в этих позах. И не просто так эти люди на земле проделывают эту работу, потому что ее кто-то должен проделывать. Всем дано вот эти все вещи. Все, что касается вот этих магических вещей, ничего просто так нет. Но магия начинается с того момента, как вы сели в медитацию глубоко. Ваш ум перешел в программу, в позицию дешифрации. И вы можете совершать там определенную работу и не спать при этом. Хотя находиться в состоянии… Ну, по сути дела, они сидят в состоянии комы, да. Кстати, видение, ну что же, вот момент открывается, когда видение – это когда ты, ну, и замер. Состояние воскового тела, в какой поле ты только замер. Все, все физиологично, все естественно. И вот работа с сознанием – это настоящая магия. Но для этого надо трансовый опыт. Медитировать надо просто глубоко. Когда не лежа. Не лежа, да. Вот лежа никак. Вообще очень хорошо медитировать, когда у вас либо вот такая спинка стула, да, то есть она чуть-чуть откинутая. Но если вы сильно откинетесь, вы все равно возданетесь, да. Либо на табуретке. Вот вы сели, оно, конечно, не очень удобно. Но как только вас наклонит в сон, когда вы начнете засыпать, вас выдернет из этого сна. Точно так же, как если вы сидите на диване со спинкой, и когда вы голову положить не можете, вас голова сдаст, она просто вас рубанет. Когда вы вниз наклоняете голову, она вас рубанет, и вас за счет движения шеи, вас все равно вернет сознание. Ну, не спящий режим. То есть выбирайте позу такую, чтобы не заснуть, когда один на один все-таки рубит, как ни крути, а рубит. И еще одна из вещей таких по работе с информацией, к которой я сейчас очень четко подхожу, там уже задержались, подхожу в наше физическое тело. Конечно, это уникальная штука, но это единственная вещь, которая проявлена от сознания в этой реальности. Больше ничего не проявлено. Ни программа ума, ни эго, ничего не проявлено. У нас есть только физическое тело. И получается, вот из того, что я заметила, мысль приходит после того, как приходит информация в тело. Мысль приходит позже. Уже решение есть, потом до нас доходит мысль. И поэтому на этих всех вещах и маятники построены, это не физиологически. Если маятник отражает мысль, то он будет врать. А если он снимает информацию до того, как пришла мысль, то он будет правдивым. Но, скажем так, большой кусок для исследования нашего физического тела. Если есть возможность изучать, читать литературу на эту тему, то изучайте, читайте. Потому что кроме тела у нас в этом мире ничего проявленного нет. И это то, что нас связывает с объективной реальностью. Поэтому все сигналы у нас все равно будут идти по телу. А мысль к нам приходит с задержкой во времени.